что мы знаем о дальнобойщиках ну они положительно сидят в кузове огромной машины и о том что там внутри судить можно только потому что снаружи непонятно может что-то станет ясно по профессиональным сообществам в контакте например много тематических групп о чем тут пишут так ищу попутчицу тоже ищут попутчицу возьму двоих кажется им всем нужна попутчица что ж может быть это могу быть я меня зовут леся я решила покататься по стороне автостопом чтобы узнать что все-таки там внутри этих больших фур а еще пообщаться со случайными дальнобойщиками и сформировать свое собственное понимание о них окружение мою идею не оценила ты собираешься поехать автостопом на хуй с дальнобойщиками да с дальнобойщиками ехать только к уровню принципиально никаких никого шага для начала нужно собраться дорогу я взяла большой рюкзак не только для вещей но и чтобы выглядеть как турист теплую одежду и зарядники чтобы оставаться на связи деньги документы собрала в отдельную небольшую сумку которую удобно держать при себе кстати никаких перцов и болотчиков и прочих средств самообороны я не беру у настоящих автостопчиков есть поверье относись дороге так как хочешь чтобы она относилась себе а к друзьям с оружием не идут ну с богом хорошего всего я решила добраться из москвы до петербурга план был такой за день проехать семьсот двенадцать километров по трассе м10 которая начинается ленинградским шоссе в москве и заканчивается московским шоссе в петербурге но к моменту начала путешествия я несколько раз слышала что намного проще ловить машины не на основной трассе а на параллельной платной дороге м11 что же попробую сделать именно так я только что спустилась попадается дне можно сказать спрыгнулся до моста но не совсем я нифига не сэкономила время я была бы уже так далеко сейчас но я надеюсь это подарить мне новых крутых водителей встреч я шла и время шло вместе со мной долгожданная трассы м11 чтобы добраться до питера сегодня мне бы уже пора поймать машину я быстро поняла что тут я ничего не понимаю мне пришлось сразу же нарушить свой принцип и поймать легковушку чтобы выбраться обратно на основную трассу а вы бы скорее доверяли легковым или или форум никого не доверяете и так мой путь начался с человеком который никому не доверяет наконец-то я вернулась на старую ленинград и вот я решаюсь обратиться к первому дальнобойщику кусочка два-три стейками нарежу нормально сальца а как мясо а мясо смысле жарите заранее или здесь где-то готовить вот там плита вот так у вас газ стоит на газ это у вас бы кабине оказывается не так страшно оказалось со стороны подсветочка полочки рация тут спальник холодильник водичка немножко беспорядок кстати все дальнобойщики снимают в кабине обувь и жмут на педали прямо в нас подправили чтобы ничего нас не упало ну все закрываем для каждого из них кабина полноценный дом в ней должно быть все необходимое для комфортной жизни здесь они отдыхают готовят еду отмечают праздники проводят время с друзьями в общем делают все то же самое что делают обычные люди дома лопата чтобы раздолбить что нибудь или выкопать или закопать или еще что-нибудь а стяжки огнетушители полено бензиновый генератор стандартный набор в любое время года кстати женщины дальнобойщики тем по которой водители делятся на два лагеря одни как и лёха считают его нормой человек хочет если ему нравится почему бы нет свободная страна в принципе но есть и другие знаете сказать юмором пока ее машина едет она рулит все хорошо ну до первой поломки это потом ходит поза ней и кричит в рацию помогите помогите вопрос на хрена ты садилась за руль если ты абсолютная курица стоит сказать что женщин профессии становится все больше и все больше людей понимает что если человек хорошо делает свою работу и любит ее то неважно какого он пола уважение и почет таким людям вот женщина приехала на фуре подогнала задом подгрузилась в мешке завязывать в ставрополье был грузился жмых там женщины грузчики я не знаю вот такой ширины наверное они машину закидали 20 чем-то тонн у меня было жмыха ну за час наверное они забросали вот это женщина я понимаю зашел разговор и о другой теме связанные с женщинами я зашел кафе я чуть не обалдел все столы были заняты женщины от 18 наверно до 50 ты можешь любую выбрать я только тогда понял почему вот это место называется блядской поляной со всех крестных деревень туда стекаются женщины чтобы заработать день мы решили узнать где такая поляна находится спросили в пабликах но никто не знает может быть эта поляна как мифический летучий голландец но для лёхи дома семья это святое из-за специфики профессии он особенно ценит что его ждут дома старается всегда быть на связи и много созванивается с родными у меня супруга юнона старшая дочь виолетта младшая дочь и миле цветник а у они тускло счастье не в деньгах счастье заключается в том что у тебя здоровые дети здоровая семья все родственники живы здоровы слава богу где потом это кино можно будет смотреть на youtube канале коллектив у меня друзья возьмут на канал у них такое про россию как она есть так мы проехали половину пути и алексей стал искать мне следующего попутчика ребят есть кто-нибудь канале кто на питер идёт такого не надо акцент голосе нас пугнул и его желание взять попутчицу не вызвало доверия раз следующей машины по рации не нашлось лёха решил все равно не оставлять на одной трассе и передать своей маме которая как оказалось работает на заправке неподалеку и может обо мне позаботиться до свидания не так неудобно самом деле я бы сама справилась у вас просто такой добрый он говорит так что ты будешь одна ходить а капучино может числе только он уже поехал да да я забыла ту самую сумку которую собрала все самое важное а ну алексей я оставила у вас сумку небольшую я сейчас а я тут через поле добегу как думаете как вас зовут оба оба овик оган из а вот откуда вы если не секрет о санкционка а если какая-то какая-то особенность в россии какие-то особенности твои нас и поправили в ездят водители да мы только уважаем под поворотных лучших не столько дорогу именно в общении с аганезом я сильнее всего почувствовала что самая сложная часть профессии дальнобойщика то что тебя месяцами нет дома то с какой любовью он говорил о сыновьях показывал их на видео выдавала в его невозмутимости искреннюю тоску по дому обсудив все важные философские бытовые вопросы включая то какого мне следует искать жениха мы почти добрались до петербурга аганес как и лёха позаботился о том чтобы передать меня в надежные и безопасные руки на петербурге и в этот момент я поняла что голос аганеза я уже слышала да да именно аганез тогда откликнулся назов лёхи по рации но как вы помните стереотипы оказались сильнее нас если б я только знала тогда какой это говорит добрый и отзывчивый человек стоит признаться очень стыдно за свою узколобость кстати о признаниях я вас давно обманываю вы думаете что это только первый день моего путешествия на самом деле я провела в пути почти неделю и в общей сложности проехала более 3000 километров я была в нижнем новгороде чебоксарах казани ижевске перми и екатеринбурге вернулась обратно и все это на фурах но так плохо записала звук что мне пришлось продолжить свое путешествие потому что стало очевидно показать настоящих дальнобойщиков действительно стоит если коротко о чем же я узнала в дороге во первых дальнобойщики очень разные люди с очень разными жизненными историями и дать какую-то общую характеристику какие они невозможно вот здесь среди нас кого-то бы нет и педагоги и хирурги с водителями работают до крылья другого и менты и эгоистики сами же которые нас останавливались сейчас сами же ездить на эти курсы сама же я встретила и дальнобойщика бизнесмена и бывшего повара и логиста и даже писателя а это игорь антонович мы с ним ехали до города клин и жарили мясо прямо в кабине кстати теперь на коллективе можно купить рекламу пишите нам на почту у меня были кооперативы свои когда в свое время были кооперативы все шло хорошо кредиты брал отдавал все было замечательно 2012 году я решил купить машину себе и вот работать на ней зарабатывать в общей сложности мне все это обошлось семь с половиной миллионов то есть я продал все квартиру дом у меня был вот этот бизнес эти дела все что у меня есть что у меня осталось документы деньги какие-то ценности у меня все в этой машине 5-6 месяцев прошло я приезжаю в санкт-петербург выхожу значит из машины на мне вот рубашка я иду оформлять документы выхожу машина не угнали прям так бывает петербурге для справки каждые сутки угоняется 12 грузовых автомобилей каждые сутки было жалко единственный момент дед у меня казак был такой генерал или как он называть встава так вот он служил у него у него была наградная шашка серебряных ножнах с гравировкой что казаку такому-то такому-то отдаватора и эта шашка тоже находилась машина я плюнул на все я начал искать эту шашку по магазинам антиквар писал объявление что ребята хрен с ним с этой машиной хрен с ним совсем верните шашку ну никто не отклипался естественно второй вывод брасов дальнобойщиков существует но не все в него верят стою на аварийке при въезде в город заинск трое суток аварийный знак давно раздавили за все время две легковушки остановились спросили может помощь какая нужна ну а коллеги не вставали как то вот так советский хрен считается что дальнобойщики некое братство и если вдуматься для людей которые постоянно в дороге помогать друг другу просто необходимо но похоже сейчас это братство под вопросом нет вот этого братства нет вот этой ситуации которая нас сплачивала сейчас каждый работает сам по себе нам враги не нужны сами себя уничтожили еще один вывод который можно сделать после знакомства с десятью дальнобойщиками не всех водителей ждут дома я встретила немало разбитых сердец лёха и аганес счастливчики дети семья все как нужно но не каждая жена готова ждать супруга по 20 дней и поверьте для моих попутчиков это правда болезненная тема я нормально я бы вообще-то ну как бы с ней нормально пороснулся если бы она по-человечески она кому-то ушла что ли? нет нет она не ушла но мужчина приходила я не хочу быть один я не люблю быть один мне нужно чтобы кто-то пробился я просто любимый человек присылает сообщение я от всего устала я подала на рассмотр и и и Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это еще не повод пугаться А что? Для дальнобойщика фуры Это дом Вы же ходите по дому в трусах Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Можно тебя поспать? Пожалуйста Раздевайся Спи И не сказала куда она едет Время уже обеда подходит Я уже выгрузился Чей поставил И ее буду украть Оставай, говорю, чей Она встала Со мной поела Такая, а мы где, да? А мы где? А мы, говорю, там, да там У нее шары Опа, да Я, говорю, поехала Думаю, вы поняли, что фуры Это целый дом на колесах Для путешественника автостопом Это значит еще кое-что Во-первых, это огромная машина Которая может проехать далеко не везде А значит, можно быть спокойным В неизвестном направлении В лес вас не завезут А еще в фуре чувствуешь себя безопаснее Чем, например, с попутчиком в легковушке Потому что дистанции до водителя Гораздо больше В 2-3 вытянутых руки Если я тебе даже захочу Кладу везти на грузовике Я просто даже не смогу этого сделать Если я поверну в лес Я оттуда больше не выйду В фильме могло показаться Что автостоп – это легко и безопасно Но это не так Как и любые одиночные путешествия И общение с незнакомыми людьми Это рискованно А мне, конечно, повезло Все такие заботливые Просто хорошие люди Просто останавливались Потому что подумали Вот, холодно, девушка, как можно Короче, я очень удивлена Люди очень разные Одинаковые только в одном В том, что они сопереживающие И теперь, когда я вижу верницу огромных И даже угрожающих фур На душе у меня становится тепло Ведь, скорее всего, в каждой из них сидит хороший человек Просто некоторым из них Правда, нужна попутчица Должна восхищаться Просто мне надо, чтобы разговаривали Чтобы я бодрый был Тормоза не отгадут на спуски На подъем не загонит мотор И он чеит паукавом по-русски Тайлобойщик водила-шофер Передаю огромный привет Каналу коллектив И хочу пожелать Всем коллегам-шоферам Удачки На дорогах Без аварийных ситуаций Ну и, конечно же, чтобы нас всех ждали дома Субтитры сделал DimaTorzok